Всем привет! Вы на канале Андрея Тиртхи. Гравитации не существует. Почему я так говорю? Дело в том, что об этом, то что гравитации не существует, знает огромное количество людей. Первые, кто об этом знает, на самом деле, это НАСА и Роскосмос. Это две организации, которые точно знают, что гравитации не существует. Но об этом они предпочитают помалкивать. Кто дал, на самом деле, внятное объяснение, что такое гравитация? Это Николай Левошол. Почитайте его книги по теории гравитации. Есть такое понятие. Не закон гравитации, а теория гравитации. Гравитация – это всего лишь теория, а не закон. Также мы знаем, откуда взялась эта так называемая теория. Ее породил Ньютон. Всем известна история о том, как Ньютон сидел, задумавшись под яблоней, когда ему на голову вдруг упало яблоко. И его озарила идея гравитации. И дал описание. Еще есть одна такая вещь. Якобы его приводят в школе как довод, аргумент. И есть даже величина. Считается, что Кавендиш первый продемонстрировал гравитационное притяжение у лабораторных болваночек, использовав крутильные весы, горизонтальное коромысло с грузиками на концах, подвешенных на тонкой струне. Коромысло могло поворачиваться на тонкой проволочке. Согласно официальной версии, Кавендиш приблизил к грузикам коромысла пару болванок по 158 килограмм с противоположных сторон. И коромысло повернулось на небольшой угол. Однако методика опыта была некорректной, и результаты были сфальсифицированы, что убедительно доказано физиком Андреем Альбертовичем Гришаевым. Кавендиш долго переделывал и настраивал установку, чтобы результаты подходили под высказанную Ньютоном среднюю плотность Земли. Методика самого опыта предусматривала движение болванок несколько раз, а причиной поворота коромысла служили микровибрации от движения болванок, которые передавались на подвес. Это подтверждается тем, что такая простейшая установка в учебных целях должна была бы стоять, если не в каждой школе, то хотя бы на физических факультетах вузов, чтобы на практике показывать студентам результат действия закона всемирного тяготения. Однако установка Кавендиша не используется в учебных программах, и школьники, и студенты верят на слово, что две болванки притягивают друг друга. Что гравитация существует, да? Но до сих пор гравитация считается теорией. Теория, что такое теория? На самом деле понятия «закон» и «теория» в научном мире имеют существенные различия. Закон основывается на определенных данных результатов фактических исследований. Теория – это некая идея, которая объясняет существование того или иного явления. Теория – это идея. Всего лишь навсего идея или догма. Но это не закон. Почему? Потому что до сих пор точного определения и понятия, что такое гравитация, не существует. Ровно год назад, где-то чуть меньше года назад, я уже выдвинул свою идею, что такое гравитация. Можете посмотреть в этом видео. Я об этом рассказывал. Своё предположение, что существует, допустим, пояс Сатурна. И этот пояс, то есть кольца Сатурна, они не притягиваются. Там огромные миллионы, может быть даже миллиарды тел, которые не формируются за миллиарды лет в планету. Мне там начали писать, что я не прав, мягко говоря, что такое сипой. Но почитайте комментарии. Далее, я утверждал и утверждаю, что объекты, кроме Земли и Луны, и больших спутников, то есть Солнца, гравитацией не обладают. Большая часть объектов в нашей Солнечной системе не обладает гравитацией. И тому есть подтверждение. Оказывается, ученые и исследователи из НАСА запускали спутник, то есть космический зон, забрасывали на один из спутников Марса. В середине февраля 2000 года американцы подогнали космический зон под названием НИАР, достаточно близко к астероиду Эрос. Уравняли скорости и стали ждать захвата зонда тяготением Эроса. То есть, когда спутник мягко притянется тяготением астероида. Но их первое свидание почему-то не заладилось. Второе и последующие попытки отдаться Эросу имели ровно такой же эффект. Астероид не притягивал к себе американский зонд. А без подработки двигателем зонд вблизи Эроса не держался. Это космическое свидание так и закончилось ничем. То есть, никакого притяжения между зондом с массой 805 килограмм и астероидом массой более 6 триллионов тонн обнаружить не удалось. И пытались посадить этот зонд на спутник Марс. Им это не удалось. Сейчас объясню почему. Потом пробовали японцы посадить спутник, зонд точнее, на астероид. Им это также не удалось. Почему? Эксперимент японцев Следующую попытку повторить подобный эксперимент с астероидом взялись японцы. Они выбрали астероид под названием Итакава и направили 9 мая 2003 года к нему зонд под названием Хаябуса, что в переводе означает сокол. В сентябре 2005 года зонд приблизился к астероиду на расстоянии 20 километров. Учитывая опыт американских коллег, японцы оснастили свой зонд несколькими движками, автономной системой ближней навигации с лазерными дальномерами. Так, чтобы он мог сближаться с астероидом и двигаться около него автоматически, без участия наземных операторов. В ходе эксперимента на поверхность астероида планировалась высадка небольшого исследовательского робота. Зонд снизился на расчетную высоту и аккуратненько сбросил робота, который должен был медленно и плавно упасть на поверхность. Но он не упал. Медленно и плавно его понесло куда-то вдаль от астероида, где он пропал без вести. Следующим шагом стала попытка кратковременной посадки зонда на поверхность для взятия пробы грунта. Для обеспечения наилучшей работы лазерных дальномеров на поверхность астероида был сброшен отражающий шар-маркер. Однако по непонятным причинам на этом шаре не было движков, что как следствие привело к конфузу. Причина очень простая. Потому что гравитации у этих тел нет. Можете посчитать вес спутника и вес самого астероида. И вы узнаете, что согласно теории гравитации, потому что даже есть величина гравитации, должно между ними происходить притяжение. Но притяжения почему-то нету. Теперь слышим мой довод. Самое важное, что такое гравитация. Ученые, те кто занимаются бурением, провели исследование. И они определили, что объект, который приближается к центру Земли, не теряет массу. Согласно закону всемирного тяготения, объект, который приближается к центру Земли, должен терять какое-то там значение в массе. А он, наоборот, увеличивается. А теперь важно и важно, сосредоточьтесь и послушайте, что я скажу. Вот, допустим, вот этот вот спиннер крутится. Земля также крутится вокруг своей оси. Вот, как будто крутится Земля. По идее, она на самом деле, вот на концах создается определенное гравитационное поле, которое будет в момент центробежной силы. То есть здесь на концах, вот если мы поставим сюда, допустим, если это все увеличить в огромных размерах, масштабе, допустим, в тысячу раз или в сто раз, и мы встанем, допустим, поставим, вот как будто здесь, допустим, мы поставим здесь, вот. Вот, мы встанем и там поставим весы, то чем быстрее будет крутиться вот этот вот спиннер, допустим, мы, во-первых, не будем сюда падать, если он даже будет крутиться вот так, мы не будем падать вниз, мы будем приклеены сюда. И чем быстрее будет крутиться спиннер, тем больше будет показывать нашу массу. Задумайтесь, почему? Никто, еще раз говорю, никто так не говорит. Почему масса наша изменится? Откуда возьмется гравитация? Вы скажете, центробежные силы? А может быть, центробежные силы тогда действуют, вот когда наша Земля вращается, вот вращается, то центробежные силы по определенным законам действуют внутрь, потому что внутри Земли, я об этом уже говорил год назад, есть еще один механизм, который вращается в другую сторону. Ядро! Ядро Земли. Это невероятно жаркое место с огромным давлением, где жизнь невозможна. Хотя само его существование чрезвычайно важно для жизни на Земле. Благодаря современной науке было сделано открытие, что центр Земли это мотор, который управляет нашей планетой. Ядро. Это гигантский яростный генератор. Правильно? Ядро, говорят, тоже вращается. Есть еще магма, которая так же движется. И вот есть три вещи, которые движутся. Земля вращается вокруг своей оси, даже четыре. Земля вращается вокруг Солнца. Ядро движется. И магма. И они создают гравитацию. Почему на астероиде нету гравитации? А потому что в нем нету ядра. Вот и все. На некоторых спутниках других планет нету ядра. Нету внутреннего вращения. Нету механизма, который создает гравитацию. Вот и все. Поэтому на спутниках других планет нету притяжения. Потому что гравитация, она работает не по такому принципу, как мы привыкли считать. Возможно, я что-то сложное говорю, заумное. Тогда давайте я продолжу свою мысль. А представьте себе, что мы высаживаемся на Юпитер, и там притяжение меньше, чем на Земле. Потому что Юпитер может вращаться, а он не может, а он действительно вращается не с такой скоростью, как Земля. И там притяжение будет работать, допустим, меньше, а не больше, как нам говорят, в 300 или сколько там раз. Потому что масса Юпитера больше Земли, не помню точно, во сколько в 300 или в 600 раз. Можно будет посмотреть в Википедии. И если Юпитер будет вращаться, а он действительно вращается с другой скоростью, при притяжении, там будет другое. Об этом никто не задумывался? Правда интересно? Просто включите мозги. Есть еще одна проблема у всех ученых и изобретателей, что если мы будем идти по ложной теории, по ложным теориям, теория эволюции человека, теория большого взрыва, теория гравитации и миллион теорий, то мы будем, соответственно, делать неправильные ложные выводы. И, соответственно, если мы будем принимать теорию за константу, то никаких антигравитационных двигателей и антигравитационных вещей изобрести невозможно. Потому что теория возникновения притяжения на Земле и гравитации, она ложная. Вот и все. А вот если предположить то, что я сказал, теорию только что, что гравитация Юпитера, Сатурна, Земли может быть одинакова, может быть даже наоборот меньше или одинаковая, вот это вот интересно, из-за того, что они вращаются с разной скоростью и по-разному расположены от Земли друг от друга. Подумайте, пожалуйста, об этом. Я очень интересную информацию для размышлений подбросил. Почему? Что мешает? А знаете, что мешает? Потому что в школе, в институте, потом уже на учреждении, если вы по профессии пошли работать, вам вдалбливают, что гравитация это то, что нам в школе втюхивают, что два объекта разные массы, чем больше масса, тем они стремительнее к друг другу притягиваются. И масса прямо пропорциональна расстоянию друг от друга этих объектов. То есть, чем дальше объекта, тем меньше притяжения. Это ложь. Это заблуждение. Это ошибка. Это всего лишь теория. Это неправда. Вот это как интересно. И если из этого исходить, тогда можно думать, что гравитацию, а точнее антигравитационный двигатель можно придумать. Потому что если мы понимаем, что сама теория гравитации она ложная, вот потому и существуют всякие аномальные места на Земле. потому что допустим мы стоим на оси и здесь вращение оно другое в отличие от этих. Правильно? Угловая скорость этого и угловая скорость центра она другая. Понимаете? Ну, такое вот видео конечно немножко заумное получилось. Но если внимательно послушать то, что я сказал, можно понять, что поле для изобретений антигравитационных двигателей расширилось и стало огромным и большим. Так что всем всего хорошего. Обязательно подписываемся на канал. Всем счастья, удачи и подставания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok